Павел Николаевич, расскажите по поводу этого досугового лагеря. Чья это инициатива? Была ли она раньше когда-нибудь реализована? И, ну, как вы, собственно говоря, приняв участие, я так понимаю, это было закрытие уже четвертого такого пребывания детей, условно говоря, смены. Вот. И как вообще, остались ли довольны дети, остались ли довольны родители такой инициативы? Нет. Ну, во-первых, это, конечно, инициатива, которую Анастасия Кудряшова, руководитель здравоохранительного центра нашего, вместе с другими сотрудниками, я имею в виду работников культуры, которые в этом году пришли работать в здравоохранительном центре, а там большой коллектив, очень такой творческий. Но это была их идея, потому что, действительно, у многих наших сотрудников, к сожалению, бабушки и дедушки сейчас находятся в сложном положении, не все везешь, да и, в общем-то, сильно испортивающие картины, в том числе и веки. Поэтому не все везут детей отдыхать, а им чем-то заниматься надо, а у нас такое прекрасное место. Называем это туризм, место, которое любят не только москвичи, но и наши работники. И там на этой базе был организован вот такой вот досуговый центр, если какие-то пионерлагер, потому что я смотрю, я пришел, они же все в галсту. Ну, там у кого-то зеленый галстук, у кого-то желтый, они разбились, там какие-то отряды соревнуются между собой. Такое, как будто скаутское движение. Вот. И одетелю удобно. Он утром в 8. Я сам, на первой смене, были мои девчонки. Им очень интересно. И ты их 8 часов подвозишь к автобусу, они уезжают, или к трамвальчику, к которому они катались. У нас есть туристический трамвальчик, паровой. Ну да, паровозик. Хотя, на самом деле, в виде трамвальчик. И они там отрываются, веселятся. Кругом с животными. Сколько там много есть интересного, насколько извини, домашних животных, да и виких тоже. И всякие у них активности. Они прекрасно рисуют. Вы там видели видео, наверное, какие прекрасные картины они рисуют. Ну, в общем, творчески развиваются. И это оказалось, потому что я у детей потом спрашивал, это оказалось чуть-чуть интересно детям. Они хотели бы еще. Одна девушка лет 10, наверное, сказала, «Вы знаете, давайте в школу ходить не будем, будем ходить сюда». На сегодня так не получится. У нас был очень замечательный период. Мы сотрудники культурного центра. Первый раз при всесторонней поддержке заловства Коса имени Ленина. Первый раз организовали на период земляничного сезона на базе контактной деревни летний досуговый центр для детей. Для детей, работников совхоза. Это такой был наш первый опыт. Но подводя сейчас уже итоги, когда он закончился, удачный. За два месяца в нашем досуговом центре летних побывали порядка более 120 детей. И каждый день для них проводились занятия. Организовывался досуг таким образом, чтобы это были и те занятия, которые педагоги культурного центра в течение всего года оказывают, организовывались. Но в то же время это дети, которые не посещали, они пришли. Для них это были такие мини-занятия. Было достаточно интересно. У них была очень большая развлекательная программа. Для них были постоянно физкультурные какие-то занятия организовывались, интеллектуальные викторины. У них было трехразовое вкусное питание очень. Пели, рисовали, танцевали. Все, что можно было только делать. Мы делали два месяца с детьми. Дети в восторге. Родители, я думаю, тоже довольны все. Нам даже такое от родителей на последний день, когда у нас было закрытие. И родители нам принесли благодарность от родителей, что очень все довольны. Каждый день вы без остатка отдавали себя, свое тепло нашим детям. Спасибо вам за вашу энергию, за бескорыстную любовь и трогательную заботу, которой вы одарили наших детей. Спасибо огромное, еще отдельное, за фото и видеосъемку. И это благодарность от всех-всех родителей. Спасибо! Спасибо! Спасибо им не только от вас, а вы сейчас крикнули громко очень спасибо, но и от всего коллектива совхоза Ленина, потому что, когда вы находились здесь под присмотром этих профессионалов, в этот момент ваши родители работали совершенно спокойно на поле, занимались своими делами и точно знали, что дети их находятся в хороших руках и с ними ничего не случится. Больше ста детей, работников совхоза, за эти четыре смены посетило этот лагерь. И, судя по всему, некоторые не одну смену здесь побывали. И родители довольны, поскольку 90% оплачивает совхоз. Их родительская оплата там минимальная, по-моему, 1600 рублей за смену. Ну, а там же кормят, причем кормят тоже наши вот это кафе «Ягоды», очень хорошо кормят. Она когда-то кормила школу, сейчас все с ностальгией и с благодарностью вспоминают Данилу, он там работал еще там сейчас на самом деле с едой в муниципальной школе, которая принадлежит Московскую область. И поэтому все довольны очень. И, я думаю, просто людям тоже надо отдыхать, и поэтому этот центр сейчас ушел в отпуск в полном составе, чтобы 1 сентября начать уже заниматься кружками, на своей непосредственной работе. Но я думаю, что мы это будем продолжать. Впереди еще новогодние каникулы. Это тоже очень интересно может быть, потому что там зимой тоже очень хорошо. Ну, и, соответственно, следующий год мы уже планируем это все. Ну, еще большое спасибо Анастасии Кудряшовой, ее сотрудникам, потому что это же очень важно, чтобы детям было хорошо. А они очень хотели, у меня есть несколько соседей, водителей большегрузных машин, которые работают все, ходят тактовисты. Мы же в лифте обсуждаем это все, когда встречаемся. Они говорят, знаете, не оттащишь ребенка, не хочет ехать к бабушке, и вообще хочет остаться в лагере. То есть там уже в конфликте не то, что давай езжай, а наоборот. Не поеду никуда, а хочу в лагере. Поэтому молодцы, молодцы. Я знаю, тут надо катиться. Тут водичка. И тут надо катиться. Да, да, и будет. А что ж ты от лавки? А, нет, не жаль. А, никто не взял. Я mieli ванье. Во-глас. Так же. В о compares. Огромная русля, отличие в Nigeria. Илья Гов separate потому ибо из Herbert. Продолжение следует...